Здравствуйте, гость Судака. Учитывая, что Сан Смолова стал единственным блогером, кто имеет возможности, желание работать со мной по общественной линии, но учитывая, что он уже перешел в сельскую жизнь, возможности меньше. Поэтому я готовил ряд вопросов, которые хотел бы осветить для вашего мнения, что имеет значение для нашей жизнедеятельности. Вот вы знаете, случилась беда с водостабжением Крыма. Вы знаете, как он растет. Как сегодня еженедельно проводят совещания Аксенов с специалистами профильными, и вопрос решается о водостабжении города Симферополя. Это столица нашего Крыма, понимаете, люди и дожиства. И там все эти усилия делаются, чтобы ситуацию как-то поправить. Это теоретические усилия главы правительства, понимаете, главы Крыма, СУС соответствующего тоже, Баженов грамотно позицию ведет, понимаете. Мы это в репортаже видим постоянно на совещаниях, в открытых по телевидению. Что, да, в водовозке, да, забрались, тоже там и наша водовозка новая пошла в Крым, потому что надо севастопольцев, то есть жителей Симферополя поддерживать. Но мы забываем о том, что сегодня, понимаете, вот эта засуха, она по нам больно ударила, но почему-то мы это замалчиваем. Это замалчивается на всех уровнях, начиная от водоканала и, главное, администрация, городским советом. А что происходит? Вот, предположим, вот Солнечная долина, да, в городе, везде пробурено сотни скважин, неучтенных, положено, не положено. Есть закон, но его никто не отстыживает, никто его не исполняет, понимаете. Люди годами брились скважины, пользуясь посадочной водой, то есть недрами, понимаете. Многие ушли, продавали воду, понимаешь, водовозками день и ночь возили, вон скважина долинного хорошо нам зарабатывали. Все это знают, все это одобряют, и никто мир не принимает. А что получилось сегодня в той же Солнечной долине? Колодцы высохли, колодцы были, да, ну, сейчас до молодениях. Скважины потеряли свой дебет до ноля, потеряли, и люди кинулись, а центральности водоснабжения нету. А если нет, они не подключаются, уже для них платить воду надо. И сегодня, конечно, уже там общаются к депутатам, везде жители Солнечной долины, а что нам делать, понимаете, да? Если богат только как-то уходят с положения святого водовода, что Таврида положила себе, военное положение, да, как-то, а просто не решается. И мы говорим о том, что вот 4 числа будет защита, ну, проект Бюцет рассматривать. Мы говорим, сегодня в разы увеличится количество завозимых водей, тоже переваловки, тоже по всем селам, понимаем, тоже, значит, Солнечную долину воду завозить нужно, даже по тем нормам, понимаете, не зная какого века, 53 литра на человека в сутки, понимаете? Но это, наверное, мощностей таких нет, водоканал реальный, чтобы завозить, понимаете? Поэтому мы говорим о том, чтобы сегодня могли сформировать, какие затраты необходимо в бюджет заложить за завоз воды. Мы даже не знаем, базы данных нет ни в водоканале, ни в городском, ни в администрации, а сколько людей будут нуждаться, потому что они нигде не зафиксированы, понимаете? Они как бы не существуют, они. Поэтому я пытался в течение месяца добиться от городских властей, от городского совета, дайте, пожалуйста, объявление газетой, что это такое тяжелое ситуация, каким образом человек, не имеющий ни договора, ничего совершенства на канале, не имея информации о том, что он, как бы, у него теперь негде в воду брать, чтобы он должен подать заявление в администрацию, предложить там состав семьи, как у него должен быть, да? Сколько воды ему, предположим, нужно, чтобы попал с 1 января в список завоза воды. Я добиться этого не смог. Не знаю, почему, не хотел слушать об этом управление ЖК Ханша славное, вообще как-то не хочет. Подоказал, короче, поддерживает, но считает справедливо, что это не его дело. Это дело администрации, я это тоже поддерживаю, понимаете? Вот. Ну что, пришлось обратиться мне в список заявлений товарища Степикова, выводом писатель товарища того же, понимаете, обратиться к Рашко, Константин Русевичу, чтобы они к этому нормальность есть, связаться с депутатами, тоже, понимаете, солнечной долины, что если мы сегодня это дело упустим, информации не будет, то не будет с 1 января водить. Мы действительно добивались, чтобы воду начали завозить не в июле, в августе месяца, а с 1 января. И спасибо нашим потребителям, такого активисту, Грушевке Кропецкого, Антона Николаевича все-таки своим вот настойчивым, он как бы принудил, я считаю, повернуться лицом к проблемам, и все-таки воду начали единственный раз за сколько лет завозить с 1 января. Если мы сегодня, информация о необходимости людям воды, для завоза воды, что нет других ресурсов, не попадет в отдел ЖКХ, не будет обрянут в газете, потом вы те же люди обвините в том, что о чем они не сказали, о чем они не написали, о чем они не пришли. То есть, видите, это дело администрации, городского совета и депутатов, каждого депутата по тому, где работают в тех селах. Те же главы администрации, что на селах работают, это ваша работа, понимаете? И когда начинаешь с ними говорить, то важен подход. Вот Краснов, Евгений, молодец, по морскому сразу понял, вот спасибо, я это возьму на контроль. Другие вообще на связи выходят, и считают вообще не своим делом, но эти же процессы надо управлять, вот я обращаюсь все-таки Степик Ильинич, ну вы же каждый день проводите совещание, да? Ну поднимите этот вопрос, нешуточно, да, я понимаю, бюджет может у нас дистанционный, денег не хватит, но когда мы бесплатно на более 4 миллиардов отдаем землю по просьбе депутатов, в Тавриде, я говорю, не говорите о том, что денег нет, мы просто не хотим их иметь, нам выгоднее нищимы быть. Поэтому соберите достоверную информацию и не заставьте людей, понимаете, что приезжал Аксенов и нам ноги представлял, почему люди остались без воды. Это просто из-за нашей бездейственности администрации, городского совета и то, что мы не вовремя настроим депутатов на эти вещи. Поэтому принципиально поддепутаты имеют большое очень значение в этих вопросах. Хотите на заседание, пожалуйста, обращайтесь к Панасеркам, доступный человек, всегда все объяснит, ко мне обращайтесь и примите к тому, чтобы мы не имели проблемы с водой с 1 января следующего года, потому что сезон не за горами. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok